Всем привет, с вами Настя и это уже третья серия Челленджа Гарем. Сейчас наш Мустафа проснется, он уже поел, он вообще-то уже проснулся, поел и сходил в душ, ну и что-то опять завалился на кровать. Сейчас он быстро перекусит и мы отправим его на поиски чего-нибудь, что можно продать. Давайте пока он ест, мы быстренько надаём ему задание. Что здесь можно что-нибудь выкупать? Да, здесь что-нибудь выкупаешь, здесь что-нибудь соберешь. Давайте сразу его ускорим и все это соберем, сейчас продадим и наверное отправимся, либо может быть пригласим к себе на участок девушку какую-нибудь. Ну вот жадь, меня сейчас интересует, потому что пока что с ней наиболее такие отношения. так, ускоряем устафу. Так, и смотрим, что ты там собрал. Все это продаем. Я даже не знаю, стоит ли приглашать жадью к себе или лучше. Наверное, я лучше приглашу ему какой-нибудь участок. Потому что она увидит его в дворец и скажет, ё-моё, не-не-не, я сюда не поеду. Так, ну давай, наверное, отправим тебя куда-нибудь. Так, отправляюсь из жади. У нас латира здесь появилась. Грейс. Вот, я решила пригласить жади вот на утесы в Винденбурге. Здесь такое место уведененное. Думаю, ну пусть это будет таким свиданием. Все-таки он должен ее охмурить. Так, она побежала, не знаю, купаться наверное побежала. Так, вот давайте потанцуйте вместе и проведите время вместе у костра. Ну где-то там жаден. Он бежит. Ой, она уже в купальнике блядь. Ой, как красиво. Так, ну давайте Мустафу тоже тогда переоденем. Так, в купальник костюм. Давайте потанцуйте у костра, повеселитесь. Ну и надо как-то заводить уже романтические отношения. Потому что жаден девушка серьезно. Она не подозревает, что попадет в гарем. Так, Мустафа узнал, что жаден не имеет партнера. Замечательно. Давай, сделай комплимент. Она какая симпатичная. Вот я, знаете, даже боюсь предложить ему руку ей поцеловать и розу подарить. Потому что я опять боюсь этого мурлета смущения. Давай все-таки рискнем. Подарим розу. Немного ускорим события. А, ну что ты стоишь-то, конечно. Ты подойди. Ну и что тебе мешает здесь обойти? Иди сюда. Давай, поцелуй ей руку. Ну-ка. Да, ну вот ей понравилось. Конечно, подари ей розу. Так, у нас там уже первый поцелуй. Ну, я даже не знаю. Давайте для начала воздушный поцелуй. Ну все, он начинает ее покорять. Давай, подержи ее за руки. Давайте оттянем этот момент. Первый поцелуй. Потому что я опять говорю, я боюсь, что опять она ему делает ручкой. Давайте закричит пусть в объятии. Что-то шепчет на ухо. Ну ладно. Пусть она ее поцелует. Ой, ура, 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 ура. Да, она сама уже за руки его говорит. Да, он ей нравится, конечно. Так, вот у нас уже в ухо. Нет, но в ухо нам еще рано. По правилам, мы можем заниматься в ухо с девушками, которые уже живут в гареме. И если Мустафа исполнил мечту, ну, цель со своей жизнью. Ну, а пока поцелую. Давайте укрепим отношения. Давайте костюм признается ей в симпатии. Признается в симпатии. Пусть снова поцелует ее. Погладит по щеке. Вот она уже сама тут кокетливая такая стоит. Да, ты такая симпатичная. Приходи жить ко мне во дворец. Так же до куда-то пошла. Но пусть она пока займет там своими делами. Давайте мне здесь что-нибудь попробуем откопать. Потому что так как жаде мы уже охмурили. Нужно готовиться к тому, что мне нужна своя комната будет и своя ванна. А у нас пока даже плиты в доме нет. Так, ну и что, что-нибудь еще здесь есть? Кстати, да, здесь на утесах можно увидеть лохнесское чудовище. Но не лохнесское, его зовут Эмили. Ну вот, пока Мустафа бегал, собирал тут камни, жаде, кажется, ушла. Что-то нет, не видно ее на острове больше, на утесах. Мустафа полез купаться. Кстати, мне так нравится эта локация, это место, вот утесы. Да тут купальни, не знаю, дикий какой-то бассейн. Вообще здорово сделано, разработчики, конечно, постарались. Как я уже говорила, здесь можно увидеть Эмили. Лохнесское чудовище. Но, кстати, даже не страшное, а очень такое даже миленькое. Ну, жаде ушла. Может быть... Ну, можно было бы, конечно, снова ее сюда пригласить. Ну, нам уже самим пора закругляться и бежать домой, кормить Мустафу. Он опять снова голодный. Здесь мы уже, не знаю, обобрали все, что можно было обобрать, подобрать. Ладно, Мустафа, давай возвращайся домой. Набирайся сил для нового свидания. Смотрите, он побежал домой голым. Мустафа, ты султан. Нельзя тебе так бегать. Ну, слава богу, по дороге он оделся. Давай, мы отправим тебя перекусить. И побегаем, наверное, здесь. Вокруг дома тоже что-нибудь соберем. Давай два раза съешь овсянку. Так, капсулы нашли, продаем. Так, пока Мустафа ест, мы ему тут сразу надаем задание, чтобы он собрал урожай. Ага, здесь еще пока нечего собирать. Здесь ромашка, здесь. Да, не очень удачно получилось свидание, потому что Мустафа отвлекся от Жади. И она, конечно, по любым случаем улизнула от него. Он пошел заниматься своими делами, а она от него просто ушла. Скажет, что он там по кустам лазит, какие-то камни собирает. Кстати, у каждой из девушек есть своя история. И потом я вам ее расскажу. Ну что, ты наелся? Наелся, конечно. Давай, собирай. Давайте ускоримся. Так, все цветы продаем, продаем. Лягушку и лягушку. И на плиту нам пока еще не хватает. Так, где он еще бежит-то? В туалет хочешь, Мустафа? Давай быстрее домой. Ты где там застрял? Все, потерялся. Так, и спать мы хотим. Ладно, укладываем Мустафу спать и потом отправляем его на работу. Так, Мустафа проснулся. Давайте немного повысим ему потребности, покормим его перед рабочим днем. Так, гигиена. Так, давай в душ. Нет, давай какой-нибудь освежающий душ примем. И отправим его на работу, потому что мы тут сходили в библиотеку, писали, составляли отчеты и продуктивность у него повысилась. Так, и что? А, еще рано. Ну, давай выпей тогда сок, что ли. Нет, не хочет. Нет, пошел. Молодец. Все, Мустафа ушел на работу. Давайте его ждать. Пока Мустафа на работе, нам пришли уже счета. Вот, 344 миллиона нужно заплатить. Иначе нам отключат тут свет. И еще у нас тут просто ужас творится в мусорном ведре. Поэтому, когда придет Мустафа, нужно будет это убрать. И вот, пока он на работе, я выбрала ему расслабиться. Потому что у него досуг... Просто я его вообще не успеваю просто его повышать. Ну, думаю, ну пусть на работе он хотя бы тогда расслабиться, отдохнет. Потому что и дома ему некогда заниматься. Все равно у него зарплата пока не особо высокая. Пусть немного, так скажем, похалтурит. Так, Мустафа возвращается. Давай, выноси мусор, потому что это просто ужас. Начнут сейчас отрицательные мудреты начнут появляться. И да, я, кстати, вот потратила деньги, купила уличный мусорный бак. И где-то, где у нас почтовый ящик? Вот он. И нужно платить счета. Да, платить счета, взять почту. Что, нету ничего? Ничего нету. Ну, давай тогда повысим потребность. Смотрите, кто в гости к нам пришел. Ну, друзья, раз такое дело, раз к нам пришла в гости жадьи, тогда я, наверное, расскажу вам ее историю. То есть я уже говорила, забегала немного вперед, что у каждой девушки, которая будет жить в гареме, ну, которую я создавала, и у каждой своя жизненная история. Ну, предыстория, можно так сказать. И сейчас я вам не расскажу, а даже покажу историю жадьи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И поэтому, когда она встретила Мустафу, естественно, она в него влюбилась И такая родная душа появилась, на которой можно опереться Естественно, она думает о том, что если она будет жить у него в гареме, он поможет ей в финансовом плане и ее семье Ну, пока Мустафа сам себе помочь не может Ну, будем смотреть, когда дальше будут развиваться события Ну, давай поприветствую ее, она прибежала к тебе Конечно, он ей нравится Так, ну, давай поцелуй ее, успокойно Наверное, она прибежала к ним, наверное, у нее дома что-то случилось, опять какой-то скандал Так, на ночь мы ее не можем приглашать пока Давайте страстный поцелуй Она сама уже берет его за руки, конечно Ей, наверное, ей, наверное, уже хочется из своего дома быстрее уже к нему переехать Это, наверное, первая девушка, которая сама хочет попасть в ГМ Давай, подарим ей розу Ой, нет, я ничем не попросила ее уйти Ой, нет, прости, прости, жадень, стой, нет, я отменила Ну, давайте, мне вот нравится, когда пары смотрят на звезды или на облака Что, здесь нету, что ли? Ну, признайся, в любви до гроба тогда Так, а что у нас с мечтой там? Так, стать парой Ну, давай, стань парой Ой, а у нас уже нету, смотрите Ну-ка, что это? А так он зверски хочет в туалет Уже просто неприлично, конфуз может случиться Давай, давай, ладно, Мустафа, иди в туалет Надеюсь, жадь не убежит никуда Так, давайте продадим, что он тут собрал Ну и что, мы станем парой? Вот, да, стать парой И у нас тут пунктик будет выполнен один Ой, как она радуется Конечно, она рада Ну, ради, ты видишь, тут Мустафа сам живет тут в таких условиях Что, ну, как только будет готова носком Он тебя заберет к себе, конечно Ладно, ну, пусть тогда жадя здесь где-нибудь походит А мы его покормим Потому что он голодный Ну, смотри, она сама к нему пришла Ну, вообще-то это неприлично Как мне, наверное, девушка там так приходить Я вообще, когда задумывала этот челлендж Я думала, что буду стараться Встретить их на нейтральном территории Но, в принципе, так и получилось Он не приходил к ним домой Тут же она сама к нему пришла Вот уже она убирается у него Смотрите, она уже хозяйка себя чувствует У него дома просто Плиты нет А может, она бы ему что-нибудь и приготовила Такая она сейчас посмотрит, что тут голые стены У него скажет нет О, да Вот она и мусор пошла выносить Хозяйственная девушка Сразу видно Ну, Мустафа, давай тогда, я не знаю Поболтай с ней еще, что ли Ага, бросила мусор Ну, давайте мы, наверное, повысим Дружелюбные действия Немного Потому что романтика нас тут уже зашкаливает И вот уже стемнело Может быть, они на звезды смогут посмотреть Полежать Ну, сделаю комплимент Она симпатичная такая Ну, и что Что у нас? Где звезды-то? Где смотреть на звезды? Предложить переехать уже появилось Ну, по правилам мы пока не можем Нет у нас пока для нее комнаты А вот Смотреть на Все, она ушла Ну, ладно Жаги, до свидания Увидимся, наверное, уже в следующей серии На этом пока все На этом все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки С вами была Анастасия До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok